Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите понять и разобраться во всех своих отношениях в прошлых и сейчас, в настоящих. Я ревную МЧ к его прошлому и бывшей девочке, даже если особо никаких намеков нет. Даже если понятия не имею, кто она, это я мучаюсь с представлениями, как у него все было с ней, и то, что сейчас есть со мной, было с ней. Например, просто случайно сказал, как встречал Новый год в ресторане, не один, а с бывшей, и все, меня накрыло. Думаю, вдруг бывший лучше меня и сама его бросил, а он еще неравнодушен, хотя до меня у него два года не было отношений. Думаю, у меня обычно работа бухгалтером много проблем, а все навлекаться было легко, просто и весело. Как с этим бороться, откуда могут идти такие корни. Многие причины в том, что несколько лет назад один борец, самый первый начал встречаться со мной, а потом вернулся к бывшей. Или то, что чуть позже я встречалась с женатым, но с женой он не жил, просто никак не разводился. И вот тогда я и стал мучиться представлениями его прошлого и ревноваться. Смотрите, традиционно проблематика заключается в нескольких вещах. Первое, это низкая самооценка. То есть, определенная такая неудовлетворенность своей жизнью. Вот. Определенное такое, ну, недовольство тем, как вы ну, грубо говоря, проживаете свою жизнь, да, и вот не чувствуете, например, как вы, ну, грубо говоря, проживаете свою жизнь, что реализуетесь, не чувствуете, что развиваетесь, не чувствуете, что вам нравится, ну, и именно нравится, то, что вы делаете. И сами себя вы, ну, вероятно, вот в какой-то степени обесцениваете. Вот, сами себя вы обесцениваете, вполне вероятно, что бичуете. Вот. И в целом, в целом, в целом, в целом, как-то вот недовольны недовольны вы, ну, недовольны вы собой, в целом, ну, вот. Причем, такое впечатление, да, оно возникает вот довольно, довольно, довольно сильным с начала, ну, с начала вашей истории, с начала вашего рассказа. Здесь же, сюда же, можно отнести страх того, что вас бросит. То есть, страх, ну, то есть, страх быть брошенным. Можно отнести, отнести сюда же. То есть, как я буду одна? Без кого-то, вот, без, ну, без кого-то рядом, да, без мужчины рядом, например. И так далее. Это тоже довольно такой серьезный и довольно очищающий момент, потому что, когда человек не уверен в том, что он может, ну, представлять ценность сам по себе, это всегда заканчивается проблемой. Всегда. Следующий момент, это то, как вы относитесь, в целом, значит, к мужчинам, к мужчинам, в целом. Как вы, в целом, как вы относитесь к, ну, к себе, вот. Как бы, к, к, к себе, как к женщине. Вот. То есть, ну, здесь все просто довольно, довольно-таки, эм, что, по вашему мнению, вы из себя представляете, как женщина, да? То есть, как вы можете к себе относитесь, вот. Как вы себя воспринимаете? Вот. Если у вас все сводится к такой гендерной модели, то есть, если у вас все сводится к полуролевой модели, то это, конечно, проблема, потому что отношения в таком случае вами воспринимаются как борьба. Вот. А здесь недостаточно личностной компоненты и общего, общего между вами и партнером вашим. Вот. Когда, когда между людьми общего достаточности, то есть, ну, достаточное количество общего между партнерами, то ревности не возникает. По крайней мере, такой. Сюда вписывается еще и такой момент, что если вы себя обесцениваете достаточно сильно, и вам, грубо говоря, нужно, чтобы, ну, вот, чуть ли не постоянно, да, получается, доказывать, эм, себе, что вы достойны, а это постоянное напряжение, то есть, это тяжело, то человек может тяготеть к тому, чтобы ему на самом деле изменили, и ему это будет нравиться. Конечно, сознательно такой человек будет отвергать, вот, сознательно такой человек будет отрицать, но... тем не менее, чтобы напряжение снять, если его хочется снять, вот, то может быть и такой, такой расклад и такая история. Что еще нужно отметить? Ну, пожалуй, нужно отметить, что вы тяготеете к принадлежности, то есть, к тому, чтобы мужчина или партнер вам принадлежал. То есть, именно хотите, чтобы вам принадлежал человек, то есть, это история о принадлежности, о принадлежности. То есть, как вы понимаете, здесь корректируется, вот, в целом, ваше восприятие себя и партнера, вот. Перенаправляетесь вы на развитие, вот, на собственное развитие и на проработку ваших противоречий и трудностей. Те ситуации, которые вы описывали, ваш опыт негативный, это следствие вашего состояния, но не первопричина. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь!